Здравствуйте, дорогие товарищи! Послушайте это мое небольшое, но очень важное вступление к данному видео. Я решил сделать это видео, так как мне на глаза попался фильм, который я раньше не смотрел, но примерно в то же время, три года назад, я сам снял видео о пальмовом масле о глицидоле. Ссылку на это видео я вам оставлю под этим, который вы сейчас смотрите. Так вот, я считаю своим гражданским долгом. И сделал это второе новое видео на основе того видео, ссылку на которое я тоже вам оставлю. И советую вам это видео внимательно посмотреть, посмотреть до конца и сразу переслать ссылку на это видео своим близким, знакомым, родным и разместить в соцсетях. И тогда этим вы, возможно, спасете, во-первых, себя, свою семью, своих близких, часть народа, то есть тех людей, кто еще остался в ладу со своим разумом. А дать шанс людям, всем, это наш с вами гражданский долг. Итак, в девятнадцатом году в Российскую Федерацию было завезено 12 миллионов тонн твердого, рафинированного пальмового масла. Хочу наперед сказать, что натуральное, свежевыжатое пальмовое масло, такого красного цвета, это полезный продукт. Относительно, конечно. А вот рафинированный, трансжиры, то есть аналог маргарину, который делают из пальмового масла, трансформируя его в вязкую консистенцию, это жуткий страшный канцероген, который абсолютно точно установлено, что вызывает различные формы рака, что вы увидите в том числе в этом видео. В сетевых магазинах не продается молоко, творог, масло, сливочное, сыр. То, что написано, что это оно, не является таковым, потому что в составе того, что я перечислил, находится в обязательном порядке рафинированное пальмовое масло. Если даже написано, что это ГОСТ, натуральное, это ложь, это фальшивка или нет, ну тогда смотрите это видео, просто, молча, тихо смотрите. Смотрите и думайте. В этом видео будет раскрыто и кто за этим стоит, и поставлен вопрос, возможно ли это изменить. Главное, чтобы вы знали и понимали, попасть натуральным молочным продуктом на полке магазинов невозможно. Сетям нужно, чтобы было дешево и чтобы долго хранилось. Главный герой фильма записал разговоры с оптовиками, поставщиками пальмового масла. Это просто бомба. Сейчас вы все услышите. А ведь большинство из вас очень любят супермаркеты и разные маркетплейсы, не так ли? Удобно, быстро, дешево. А вы знаете, что эти гады, маркетплейсы, сейчас лоббируют, чтобы они имели право продавать алкоголь? Ненасытные твари. А вы их поддерживаете, покупая там что-то? Надеюсь, после просмотра этого видео вы больше не будете их поддерживать. Сейчас последнее и начнется сюжет. Себестоимость еще 4 года назад химического молока составляла 16 рублей. В магазинах 40-50. Натуральное молоко, даже когда фермеры используют антибиотики и прочую химию, ну хотя бы без пальмы, 150 рублей. А если абсолютно натуральное, которого практически нигде нет, гораздо дороже. Чудес-то не бывает. Итак, если можно так выразиться, приятного просмотра. Вот натурально горит, смотрите. Вот эта штука у меня в ложке, которую, язык не поворачивается назвать творогом, горит сама по себе уже шестую минуту. 1 литр пальмового масла стоит 2200 рублей. Так почему его не добавляют сегодняшние продукты? Ответ очевиден. Выгода. Такое масло добывают из пальмовых плодов в Малайзии. А как его оттуда привезти в нашу страну? Разлить по бутылкам? На корабле? На поезде? Да, все так и доставляется. Вот только не в жидком виде. Парадокс в том, что эти полезные для нашего вида витамины, содержащиеся в жидком пальмовом масле, быстро портятся. За то время, пока его привезут к нам, оно пропадет, завоняется, просто выкинуть. Поэтому примерно 15 лет назад решили сварить это масло, очистить от витамин, дать ему остыть и попробовать уже из этого белого комка создать молоко, творог. И получилось. У них получилось. Разницы на вкус практически нет и хранится такой уже пальмовый жир годами. Перевозить его намного легче. Не разольется, не испортится. Вот только убрав витамины из его состава, тут же образуются смертельные для нас химические соединения. Они называются глицидиловые эфиры. Если сразу в большом количестве человек съест эти глицидиловые эфиры, он просто умрет. А если по чуть-чуть, по 2% в каждом продукте на 1 кг, человек не умрет. Просто есть большая вероятность. У меня онкология, у меня лимфома, рак в 4 стадии с поражением костного мозга. И тут начался такой расклад, что же я ем. Я начала понимать, что в моей жизни 50% продуктов – это молочный продукт. Они мне вырезали пол мочевого пузыря, прямую кишку удалили с опухолью. И я это связываю чисто с этим адыгейским сыром, с сырным продуктом за эти 7 лет. Я этот сыр ел прям постоянно, каждый день, утром и вечером. В обед я ел на 100 рублей, там, возьму полголовки, ну, 2 куска там по 250 грамм, грубо говоря, да. И мне продавщица постоянно говорит, зачем ты, говорит, его берешь? Там же пальмое масло. Это жесткий яд. Это и почечная недостаточность, и это различные пилонефриты, это и различные циститы. Все это съеденные глицидиловые эфиры. Все это глицидол, который почки, знаете, он имеет свойство как наждачка. Он изнутри обдирает почечные эпители. Полочки масла, якобы сливочные, его проверили в чехе. И оказалось, что количество глицидиловых эфиров, канцерогенов, в 9,7 раза превышает предельно допустимую норму. Это в обычном магазине. В 2008 году в Россию, Украину, Беларусь и другие наши соседские страны начали возить пальмовое масло в огромных масштабах. Пока производство набирало обороты, дети наелись этих глицидиловых эфиров. Прошло уже более 10 лет. Грубо говоря, сегодня это уже люди по 15-20 лет, которые питаются дошираком, кока-колой, молоком с магазина, хлебом. Так вот, измерили их накладку на ДНК. У 17-летних подростков ДНК выглядит, как у 28-летнего человека. Когда люди покупают подешевле, я не буду приплачивать за сметану и брать баночку за 120 рублей. Возьму за 40. Одно и то же ведь, производитель только другой. Производитель впрямо отличается. За 40. Если даже обнаружили у производителя выпуск фальсификата, который содержит больше, чем 2% пальмы, им выпишут такой смешной штраф, что каждый из нас сможет его оплатить. 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей? Ничего себе мало. Это много. Серьезно? Доход мелких бизнесменов за 40? Порядка 500 тысяч рублей. В день. Даже если фирму суд заставит закрыть, а он не заставит, через несколько дней эти бизнесмены изменят название фирмы, вот только состав продукта не поменяется. На берегу Черного моря, в Таммане, находятся специальные базы, где масло пальмы перерабатывают и получают вот такой продукт, без цвета и запаха. Организовать съемку, как происходит транспортировка масла из Малайзии, это невозможно. Это строго охраняемая территория. Охрана курсирует на машины с дубинками, электрошокерами и автоматами, настоящими автоматами, в радиусе десятков километров камеры наблюдения. При подъезде к производству тут же подъезжают два внедорожника без номерных знаков. Эта компания перевозит 80% пальмового масла с Малайзии в Россию. Ее название – Эвка. Это одно из самых закрытых производству, примерно как военная база. При наборе на работу проверяют даже на детекторе лжи. Дошло даже до такого, что внутри этой компании появилась еще одна компания, которая следит за обычными работниками. Если кто-то что-то разболтает лишнего... Не говорил против компании «Пищевые ингредиенты» и меня избили очень сильно. Я делал операцию на глаз в краевой больнице. Ну хорошо, выжил. Знаете, мы делали депутатский запрос через моих тоже коллег из «Зеленого патруля» из Москвы в Думу. Я всегда просил, что же такое пальмовое масло. Будет когда-то документ, что это безвредно, что это полезно. Ну я не знаю, объективный документ, исследование какое-то. И в Думе, в нашей Госдуме ответ был такой. Вы что, хотите обрушить нашу пищевую промышленность? Нашу молочку хотите обрушить? Вы тоже можете зарабатывать деньги. Примерно по 500 тысяч рублей в день. Вы видели, как много разновидностей молока на прилавках? Иной раз стоишь, смотришь и глаза разбегаются. Возьму, наверное, что-то среднее. Со сметаной, йогуртом и остальными то же самое. Десятки фирм-производителей. Просто берется кредит. Открывается ИП. Покупается пальмовое масло. Варится. Примерно 40 минут. Покупается ГОСТ. Напечатали на принтере этикетку. И все. Вы теперь тоже бизнесмен. А сможете нам сейчас кусочек творога сделать из этого пальмового масла? Да, в легкую. Давайте, конечно. Так все и работает. В России, Украине и Беларуси, Казахстане. Точки реализации пальмового масла есть в каждом городе миллионники. Стоит лишь притвориться новым таким бизнесменом. Мол, ищу, где бы купить пальмы. Нас интересует жир, который можно будет использовать. На какую продукцию? Значит, и молоко, творожный продукт и сливочное масло. Ну, вот это то, что вам порекомендовало, вот этот 140335 замените молочного жира, да? Калак. Вот он универсальный. Он подходит на все. Мы его в основном продаем. А стоимость какая его будет? Порядка 78 рублей. Мы со всеми работаем с жиркомбинатной стороны. И у вас наверняка многие покупают? У нас практически все молокозаводы покупают. Мы вам будем выписывать официальные накладные, допустим, на этой фирме там будет написано масло сливочное, там столько килограмм, такая цена. Насколько можно залететь в общем-то с этой схемы? Ну да, да, да. Роспотребнадзор еще кто-то вот это проверяет, что там завозится и так далее. Давно их не видел. Лет, наверное, 5, я тут работаю 11 лет уже, и их ни разу не видел. Мы торгуем их в продукции, она сертифицирована, там можно декларации, все документы, все в порядке у нас. Также лежит у нас в морозилке сливочное масло, допустим, у нас от тяжелого грузин. Слушайте, неужто у нас в области вообще никто, кроме... Из тех, кто с нами работает, нет. А работает практически все. Сейчас же просто все шарапаются от этого пальмового масла. Да. Его хотели запрещать даже, но так как на нем миллиарды зарабатывают наши чиновники, его не запретят никогда. А как вы имеете в виду чиновники? А все вот эти вот трейдеры и так далее, они же подконтролимся наших чиновников. Роспотребнадзору? Какого Роспотребнадзора? Роспотребнадзора, кто скажет, сидит вот депутат в Госдуме, у него там фирма где-то в Малайзии, там плантации в Малайзии. Какой Роспотребнадзор ухажет? Он, призвание, скажет, это... Это серьезно, в России так? Так у нас, НЖК он даже уже не нам принадлежит, малайзийцам принадлежит. Все следующие. Контрольный пакет акций у них. У них совместное производство, все с Малайзией идет, здесь только расфасовывают. Также на Украине производство Дельта Вилмара, это украинское производство, которое тоже принадлежит малайзийцам, с Одессы таскают и так далее. То есть санкции и война только не причем. Вот это вот у нас, вот он, эколад, вот этот вот, извините, молочного жира. Белый и желтый отличаются только вот одной буквой. Видите, ЭК, это эмульгатор-краситель, это желтенький. А если просто буква ЭТОТ, просто эмульгатор без красителя, так вам желтый надо. И с ЭВК беру, и с НМЖК, и с Каргела беру, который тоже в Воронеже. Пальмовое масло? Да. На выпечке? На кондитерку? Не пойму, зачем государству вот этот бизнес-то развивать? И вот это я не пойму. Потому что наше государство настолько свое сельское хозяйство развалило, что нам просто жрать нечего будет, если не будет вот этих вот импортных ингредиентов. Где мы столько сливочного масла возьмем, которое дорогущее, чтобы накормить всю страну? Коровы, блин. Все, вон, вы же ездите по области, все коровники, все разруха стоит. Вот только сейчас заводы появились, буквально недавно, которые же там свои эти скотоводческие хозяйства и так далее. Тем временем Малайзия отправляет все новые и новые партии. Огромные танкеры в Тамань. Каждый вмещает в себя 50 тысяч тонн пальмы. Один танкер идет в Малайзию целый месяц, а то и больше. Масло сливают в тягачи, железнодорожные вагоны, и везут на переработку, чтобы очистить еще раз. Пальму рафинируют при высоких температурах, около 200 градусов по Цельсию. А если бы не чистили, мы бы уже давно все бы вымирали, понимаете? Это необходимость. В 2015 году Россия закупила 1 миллион тонн пальмы. В 2019 12 миллионов тонн пальмового масла. В 2020 году пока нет информации, но я думаю, намного больше. Просто люди стали беднее, и бизнесменов стало больше. Товары в перерасчете на доллары стали дешевле раза в два. Но яда там добавилось, тоже раза в два. Здесь до краевно лето пальмовое масло, а завтра из него сделают тонны продуктов, которые мы пойдем покупать в магазин. Был совет вот этот, железнодорожной администрации, они приняли решение, что использовать цистерны для светлых нефтепродуктов, для перевозки пищевых растительных масел. Вот это решение. Фактически они ничем не отличаются, что для перевозки растительных, что для перевозки светлых нефтепродуктов. Единственное, там они заменяют уплотнительные резинки, сальники, ну на какой-то другой материал. А все остальное одинаково. Если там перевозилось мазут, бензин, то фактически, да, населению поступает пищевое растительное масло с примесью нефтепродуктов. Если вы правильно поняли, в этих цистернах ранее привозили нефть, бензин, а потом пальмовое масло. Цистерны не мылись. Это одна из цистерн, из которой сегодня слили пальму. Они не специальные, не ржавеющие, как и в Европе, в Штатах, там с этим строго. У нас обычное железо. Внутри все покрыто ржавчиной. А потом из этого делают молочко. А почему бы не помыть эти цистерны, спросите вы? Вы посмотрите, послушайте внимательно. Это совещание самых верхов. Это и есть те миллионеры, которые живут на Рублевке. Они решают, что мы будем кушать. Эти цистерны все предназначены только для перевозки пищевых грузов. В соответствии с предписаниями Ространснадзора были внестены измерения на все технические условия. Эти цистерны, с точки зрения транспортной безопасности, разрешены для перевозки растительных базов. Весь контроль осуществляется. Контроля нет никакого. Все присутствующие об этом прекрасно знают. А что это за цистерны вообще? Откуда они взялись? Эти цистерны использовались во времена Советского Союза. После развала кто что успел захапать, такой бизнес и построил. Они построили бизнес сначала на нефти, затем на пальме. Европа использует такие. Наши такие. Просто дешевле. Коллега, да, когда началась вся машина возня 5 лет назад, мы тогда занимались и изучали этот рынок. На сегодняшний день нет цистерн, сделанных из пищевой стали для перевозки мази. А стоимость котла этой цистерны в 2-3 раза превышала стоимость тех цистерн, которые сегодня есть. Что касается внутреннего покрытия цистерны пищевым лаком, то мы тоже консультировались со специалистами. Он имеет способность отслаиваться, поэтому цистерну такую надо покрывать 4 раза в год. Представляете, туда залезть и заново все это счистить, и опять же, то есть это тоже как бы нереально. Исходя из всего вот этого, уже там было принято решение, то, которое принято сегодняшний цистерн из существующего. Сюда наливает новое пальмовое масло и везут по городам миллионникам. Владимир Петровский создал компанию, которая занимается чисткой цистерн, но его технология никому не нужна. Вот эта цистерна там же показана, это остатки около 5 тонн. Вот это вот, ну, я вам скажу, грязь напоминает вонючую жижу, такая она, у нее запах очень такой, руткий, да, от которого цистерна ржавеет очень сильно. Вот, но это никто не убирает. Понимаете, суда продолжают лить, да. У нас специально для подготовки пищевых продуктов разработано техническое моющее средство нашего производства, которое прошло все разрешительные документы, она применяется именно для пищевых продуктов. То есть, она молочные цистерны моет, она моет масло-жировые, то есть, для любой. А, в принципе, и зачем платить больше? Ведь все и так нормально себя окупает и продается, все работает, люди продукты едят. А что там в Европе? А в Европе в 2016 году прошла реорганизация и переосмысление подхода к потреблению пальмового масла. Они поняли, что это вредно для здоровья человека. Довольно. После опытов на крысах, которым давали продукты с содержанием пальмы, как итог, в 100% случаев крысы умирали от множества раковых опухолей. Путем долгих опытов над крысами с каждым новым кругом, понижая уровень содержания глицидилового эфира, у крыс раковых опухолей становилось все меньше и меньше. А потом они и вовсе перестали умирать. 20 граммов сначала на килограмм продукта, потом 10 граммов, 5 граммов, 2 грамма. В итоге удалось выяснить, что содержание глицидилового эфира с частью в полмиллиграмма на килограмм продукта не вызывает серьезных отклонений в здоровье крысы. С 2016 года в европейских государствах вышел закон «Ни одному продукту нельзя содержать глицидилового эфира больше, чем полграмма на килограмм продукта». Даже в Европе детское питание производится с использованием пальмового масла. Пока неизвестно, как эти полграмма повлияют на детей, эксперимент продолжается. В Германии закон в полграмма, в России два грамма. В России путем случайного выбора купили мороженое, где в составе не было указано пальмового масла, не рафинирован, ничего такого. Лабораторные анализы показали содержание глицидилового эфира 10 грамм. 10 грамм. Вот и ответ на комментарий. В Европе следят за использованием пальмы в продуктах. В России глицидилового эфира. И как-то... Делаются стандарты, в результате применения которых пальмовое масло, отплывающее из Индонезии, практически с любым перекисным числом, то есть даже недоочищенное, уже будет соответствовать нашему ГОСТу, межгосударственному стандарту. В больницах, школах, детских садиках исчезли настоящее молоко, творог. Дети из 90-х стали последними детьми, которые кушали натуральные продукты. Это молочный завод в Бабынино, под Калугой. Он специализируется по производству первоклассной молочной продукции. По крайней мере, у них так написано на сайте. Творог, глазированные сырки, молоко и так далее. На сайте также указано непосредственная близость фермерских хозяйств к производству позволяет сохранить полезное качество молока и натуральный вкус продуктов. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а где сам завод находится? Завод не вовле, где труба. Он когда построился? Да, там выпустил, в 70-х. В 70-х? Ну, значит, уже 40 лет есть точно. Молоко местное? Молоко порошковое. Порошковое? Сейчас молока-то где? Коротка нет? Понятно. Привозят? Фото до 70-х. Угу. Сейчас такого было корреку. Завод в Бабынино с многолетней историей. В советские времена здесь работал весь поселок. 3000 человек жило здесь. И все работали на заводе. Сегодня человек 30 от силы. Многие ездят на Москву. Здрасте. Простите, пожалуйста, а Бабынинский молочный завод это здесь, да? Скажите, а у вас магазин при заводе есть, нет? Нету. Нету? А куда вы поставляете свою продукцию? По заказу здесь. А, то есть сразу это самое, везут по назначению? На назначению, по влагам. Ага. А молокоприемное отделение есть у вас? Нету? А на чем делаете молоко? На сухом молоке. На сухом молоке? Ага, понятно. А в холодильник уже готовая продукция или что? Или сырье? Нет, конечно. А вы сами этот творог местный берете, нет, домой. Ну, кто тебе скажет? Ну, кто тебе скажет? И местные люди покупают, да? Много покупают, да? А покупаете? Покупаете, потому что вкусно или потому что недорого? Или это вкусно? Потому что в магазине можно тоже недорого купить. Да? Ну, покупают ваше. Покупают, да. Скажите, а если вот молочный комбинат ездит, а корова должна быть где-то? Ну, или там нет молочного. Нет, это все привозят. Привозят? Да, то есть он на сухом молоке или на чем-то еще? Наверное, на сухом. Да, потому что молокоприемного отделения мы там не увидели, я просто проезжала, посмотрела, смотрю, там только погружки стоят, грузят их. Больше привозят. Привозят, да? Все привозят. Больше привозят. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас вот вашего местного завода Бабынинского есть творог или нет? У нас белорусские фермерские. Многие подходят и говорят, что дайте нам вот такой, потому что наш Бабынинский совсем невкусный из сухого молока. Вот, что говорят люди. От людей все узнаешь здесь. Понятно. Говорят, что Бабынинский это сухого молока и совсем невкусный. Понятно. До революции 1917 года царская Россия была первой в мире страной по экспорту сливочного масла. Казна получала от него больше дохода, чем от торговли золотом. Так что же изменилось? Они не дадут. Те, кто построил успешный бизнес на пальмовом масле, не дадут использовать пустующие гектары для постройки возобновления фермерства. А ведь здесь могли бы работать миллионы граждан, получая хорошую зарплату. С нашими территориями мы могли бы снова стать первой стороной по экспорту молочной продукции. Мы могли бы питаться молочкой, натуральной молочкой, мясом. Но такому уже не бывать никогда. Не дадут. На продаже этого жидкого золота экономика Малайзии поднялась от страны третьего мира, где царила бедность. Люди чуть ли не с голода умирали. Это экономически развитая страна, современная страна из стекла и бетона. Добыча и переработка пальмового масла в этой стране имеет такое же значение, как переработка нефти в других странах. Вот только нефти в Малайзии нет. Зато есть пальмы. Много пальм. Гектары. Целые поля. За последние десятилетия в Малайзии появились пальмовые миллионеры. Целые общины миллионеров. Они построили поселки для себя с огромными особняками и поселки для рабочих рядом с бесконечными плантациями пальм. Государство бесплатно раздает землю населению, чтобы те работали на полях и приумножали доходы как государства, так и свои. Там все заодно. Чтобы на каждом метре земли была посажена пальма. Еще в 18 веке один мудрец сказал «Потом тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет есть». Сегодня на полках в магазине не меньше чем 90% продуктов содержат пальмовое масло, что подороже там его нет. Наверное. Это одно из сотен производств, где создаются продукты. Скрытая камера у якобы начинающих бизнесменов они ищут пальму подешевле. После вступительных проверок друг друга директор начинает предлагать свою продукцию. Мы продукт, то есть Ирина Владимировна Берегова руководитель наша разработала специальный стаб, который добавляется притопление этой говяжки, и то есть он убирает эту осадистость, позволяет вырабатываться сливочное масло до 20%. То есть он не по каким анализам, включая ЖКС, не показывает каких-то расхождений. То есть у вас смело идет масло. Я вам ЗМЖ-молоко могу сделать, которое вы не отличите от натурального. На основе сыворотки, на основе сома. Это смесь волокон. В принципе, близко в препарат. На манку. На манку похоже. Да, смесь волокон, обычные пищевые волокна, это для творожного продукта. И что, просто для меня это очень много. Я понимаю. Я понимаю. Вы не первые, которые работали всю жизнь на натуралке, а потом начинают как бы... У нас выход у гостовского творога, то есть, допустим, с тонны, ну, килограмм 150-200, это максимум. Выход с тонны смеси порядка, ну, последний раз у меня получилось 920 килограмм готового продукта. Вот такая вот достаточно густая смесь получается. Это закачивает уже. это вот творожный продукт как раз-таки уже после гомогенизации закачивается в ванну. Ну, сметана такой идет. Вот творожный продукт уже получается. Если тату-ушное молоко за литр можем уложиться от 16 рублей выше за литр. Это сырьевая себестоимость, сразу говорю. Причем молоко по вкусу будет абсолютно нормально. А что мы можем написать на упаковке, вот если такое молоко сделать? Можете молоко написать, если у вас сбыт есть нормальный и вас никто за это не подтянет. Можете молоко написать, ради бога. Ну, по крайней мере, во Владимирской области я был, там написано творог ГОСТовский. Ну, я же этот творог делал сам на предприятии. Я знаю, что это близко даже с ГОСТом не стояло. Вот этот творог пишут ГОСТовский и продают в магнитах. Ну, естественно, я бы не рекомендовал в детские сады это продавать. Вот. Хотя некоторые работают, ничего страшного. А что по полезности? Ну, сами подумайте, сыворотка, подсырная, она не вредная абсолютно. Ну, сыворотка сейчас, что у нас натуральное на рынке есть, если так посмотреть. А ведь он прав, в супермаркетах, сетевых магазинах и на маркетплейсах нет ничего натурального, но по крайней мере вот в этой сфере, да и не только в ней. Есть натуральная продукция у некоторых малых производителей и при этом честных людей, но таких очень мало. И, конечно, такая продукция будет гораздо дороже. А у большинства тупых людей, я подчеркиваю, у тупых у только тех, у кого это злобу вызывает высокая цена. Люди вообще невменяемыми стали в последнее время. Вероятно, тот же глицидол на мозг разрушительно влияет так же, ну, как на почки и вообще все органы и ткани нашего организма. А потому для некоторых из вас пусть идиоты сочтут это тупой рекламой. Почему я не должен давать свою рекламу? Наверное, вы не злитесь, когда блогеры какие-то дают чужую рекламу, а когда свою качественной хорошей продукцию, это вызывает у дегенератов, конечно, злобу. Им типа все становится ясно сразу. Какие же есть еще тупицы? Так вот, если вы хотите действительно покупать качественную продукцию, натуральную, органическую, без химии, покупайте у нас, у меня, наш сайт надгар.ру или в любом поисковике, например, Яндексе, продукты от Фролова, наш сайт надгар.ру. Ссылку я оставлю под этим видео. На нашем сайте более 500 натуральных товаров. Не все это прямо продукты питания, это и натуральные витамины и минералы, несинтетические, это и различные приборы по здоровью, это необходимые продукты и другие товары для здоровой и долгой жизни. Посмотрите, изучите, прочтите, и мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказываем в любые города России и страны мира. Кстати, говоря о теме вообще масел широко, у нас есть натуральные масла холодного отжима, самые полезные льняное. Кстати, посмотрите мое видео о маслах вообще, о вредных и полезных, какие можно употреблять в холодном виде, в салатах, например, на каких жарить, кто жарит, а какие нельзя ни в коем случае, ни в каком виде. Ссылку на это важнейшее видео я оставлю вам под этим, которое вы сейчас смотрите также. Некоторые богатые, но глупые люди думают наимно, что покупая где-нибудь на Новой Риге либо на Рублевке в дорогих магазинах, они все покупают качественное, натуральное, только лишь потому, что дорого, ну и в таком месте вроде как обманывать их не будут. Надеюсь, что из сюжета данного видео вы увидите и поймете, что это тоже не так. Это производство находится в Подмосковье, в лесу, за дорогущими коттеджами. Они продают как смеси для создания молочки, чтобы вы пришли, купили, сделали свою фирму и варили в своем подвале, так и сами химичат и продают свой товар. Придумали даже название компании на английском языке, чтобы звучало покруче, позиционируя себя как натуральные продукты из коровьего молока, поэтому и цену ставят очень высокую. Местные богатые покупают товар на ура, считая себя умнее бедных. Пускай эти крестьяне покупают за 40 рублей молоко за 1 литр, я что дурак травиться, мы берем по 120 рублей за 1 литр, зато натуральное коровье молоко, кто на что учился, как говорят, беднота вы необразованная с последней парты. Вот только производитель этот имеет еще одну фирму, которая продает в пятерочку и магнит молочко по 40 рублей и по 120 элите. А потому надо покупать не у фирм, а у людей, кто именем своим, личностью своей отвечает, а не у тех иных безликих разных фирм. Тогда, да, у вас будет уверенность в том, что вы покупаете. Ну, хотя бы мои видео посмотрите, поймите, кто я такой. Да, кстати, посмотрите мое видео, это на другом моем канале, не на этом. Канал называется «Жизнь на земле». Видео бросил Москву и построил город будущего в глубинке. Вот смотрите и думайте и поймете, есть ли у вас доверие, будет ли оно, если вы новый зритель, еще не знаете меня, ко мне, будет ли доверие. Там и знать нечего. Если вы не слепец, вы все поймете. А тогда заходите на наш сайт и поддержите действительно натуральные производства, которых сейчас единицы и которым сейчас непросто. И так дорого тоже не значит натурально. Смотрим дальше. Дети молоко, будете здоровы. Но здоровыми малыши быть не могут уже по умолчанию. Однако, пока об этом даже не говорят, только-только задумываются. Все некогда. Ездить искать корову, какой-то бабки, вы что серьезно? И что дурак? Мы в 19 веке живем, что ли? Государство о моем ребенке позаботится. И накормят, и защитят. А это кормильцы. У них есть один бизнес. У нас Владимир, Нижний, ну, Нижегородская область, Владимир и местные. В Нижнем свои заводы вроде бы. Ну и что? Там все умещаются. Нижний рынок тоже большой. Нижегородский рынок. У тебя Роспотребнадзоров как это допускает? Как везде. Как по всей стране. Если у вас все налажено, если вас предупреждают, все нормально. Мы, в принципе, работаем так. У нас очень тяжелые, конкуренция в области. У нас снижение идет очень большое. Мы просто не в силах, вернее, мы никогда не пройдем из натуральной продукции. И, конечно, не знаю, как. Но натуральный, скажем, творог натуральным 200 рублей килограмм. Как у вас? Да, да, да. Сметана 200 рублей килограмм. Пачка самая дешевая 21,50. Это с растительными добавками. Нет. Мы можем опасовать вам пачку ГОСТ, где написано ГОСТ, там, знаете, сами будете. Соответственно, друг друга как-то спасать надо. А у нас есть фольга растительно-сливочная. И у нас есть документы под этим. На наши документы молочные. Везде стоит ГОСТ. Ну, вот это в том числе и в больнице идет. Да, у нас одинаково все. Вот, не дай бог, если в больнице какому-то там пациенту что-то не понравилось, начинают претензии предъявлять. Это вы, я говорю, это две руки, которые друг друга будут мыть. Если вам выгодно и вам надо это работать, вы где-то помаслите, где-то позвоните, что идет проверка, соответственно, мы можем дать вам чистый ГОСТ. Ну, не так, что проверка пришла, а вы... Да, конечно. Но цена будет другая на чистый ГОСТ. Вам поставят 50 килограмм по 200 рублей. А за сколько дней вы можете вот так? Ну, как вы узнаете проверку. Почему у нас уже нет будущего? Да потому что даже в техникумах молочной промышленности учат преподаватели студентов химичить, создавать молоко. Не доить коров, а создавать молоко. Мы с вами направляемся в лабораторию технологии молока и молочных продуктов. Как бы странно ни звучало, у студентов просто нет выбора. Ну, к сожалению, это суровая реальность нашей жизни и мы с этим, к сожалению, ничего не можем поделать. Если нам скажут добавить растительное масло, мы будем добавлять растительное масло, так как нам нужна будет работа из-за этого. Есть ли надежда, что вся страна откажется от пальмового масла? Есть ли надежда, что примут закон, запрещающий ввозить в наши страны этот яд? Нет. Не дадут. Ну что, дорогие товарищи, вы поняли, что происходит? Ну, я имею в виду, вы и так, наверное, знали, что происходит, а масштабы, понимали? А насколько все, ну, к сожалению, беспросветно, пока, насколько это поражено, даже дорогие магазины. Какие миллиарды зарабатывают некоторые чиновники, кто крышует все это дело? Ну, это ОПГ, безусловно. Кстати, я вот не знаю, почему люди буквально через одного пишут, и под прошлыми видео моими, что Володин, Володин, это вот бизнес Володина, вот вы, просто мне правда это интересно, откуда вы взяли эту информацию? Может, это и так, я не знаю, что именно Володин этот вот все руководит этим, крышует, или там ему принадлежит, просто, ну вот изначально эту информацию откуда вы взяли? Напишите, пожалуйста, под этим видео. Также вы услышали, какой Роспотребнадзор, вы о чем? Там такие люди стоят, там такие деньги, народ-то надо чем-то кормить, уничтожили все, что называется крупный рогатый скот, ну, только не пишите, что где-то есть, все понятно дураку, что где-то что-то есть, но миллионов голов, как это при Советском Союзе было, нет, тем более при Сталине, потому что потом Хрущев резко начал все это дело сокращать. Кстати, именно тогда при Хрущеве маргарин активно вошел в советскую жизнь. Конечно, этого рафинированного пальмового масла тогда не было, а вот красное, натуральное, холодного отжима было и для детей его использовали вместе с рыбим жиром, давали или то, или другое, это было. Помните также о том, что во все выпечки, кондитерку во всю, практически, кроме какой-нибудь супер дорогой элитной и то, кто знает после вот этого всего, что вы видели, всегда добавляют пальмовое масло, там в составе есть, поэтому 90% того, что находится на прилавках супермаркетов, это есть нельзя. Можно ли это не есть? Конечно, можно. Вот мы, например, это не едим. Моя семья, там, знакомые, и вы можете это не есть. Нет, по-другому скажу, если вы в своем уме, то хотя бы теперь после этого видео вы не сможете это есть, ну, если вы дружите с головой. И если вам дорого здоровья, жизнь, то либо сами выращиваете, там, делаете продукцию, либо покупаете у тех, кому вы доверяете и уверены в том, что она качественная. У меня, например. Еще раз, единицы будут покупать из тех, кто посмотрит это видео, я знаю, к сожалению, но этой продукции на всех и не хватит, поэтому я это открыто говорю, знаю, что все равно единицы только будут покупать. Но вот радуйтесь, те разумные единицы, что вам повезло. А тогда даже богатые многие себе врут, что можно купить что-то натуральное, удобненько на всяких маркетплейсах или рядом с домом, но это самообман. Что ж, самообманывайтесь и дальше. Что, просто удобно заказать на каком-нибудь маркетплейсе? Доставка подешевле, чем у нас, да? Ну, давайте, давайте. В общем, главная задача этого видео была достучаться до спящих мозгов. Главное, хоть как-то сохранить генофонд нашего народа. Я лично могу помочь малому количеству людей, но кому-то могу, поэтому, пожалуйста, заказывайте у нас, кто хочет. Кто-то будет искать на грош пятаков, вперед. Кто-то выращивать что-то там сам. Молодцы. Кстати, у меня было видео, какие есть вообще варианты потреблять натуральные продукты. Давайте тоже оставлю ссылку на это аналитическое видео вам под этим видео. Посмотрите его тоже непременно. Ну, а на этом, на сегодня все. Пишите комментарии, жду ваши вопросы.